Целый ряд проблемных вопросов обсуждался в ходе встречи главы государства с представителями интеллигенции Юга. В частности, Нурсултан Назарбаев коснулся вопроса дотаций. Регион до сих пор остается дотационным. В структуре бюджета области собственные доходы по итогам прошлого года составляют всего одну пятую часть. Поступления из республиканского бюджета превысили 80%. Не принимаются меры по снижению нагрузки на республиканский бюджет и увеличению доли собственных доходов. Президент призвал чиновников на местах оказать поддержку предпринимателям. В послании этого года я поручил разработать меры, направленные на улучшение бизнес-среды. Необходимо решить вопросы, связанные с длительностью сроков рассмотрения разрешительных документов, о выделении дополнительного земельного участка, о продлении аренды, изменении цели его использования. Следует все эти процедуры сделать прозрачными, не допускать случаев волокиты и бумаготворчества, развитие предпринимательства и сохранение финансовой стабильности должно стать значимым механизмом в деле самообеспечения региона. Наряду с этим глава Казахстана указал на необходимость принятия системных мер по привлечению инвестиций. По итогам 2016 года допущено снижение общего объема инвестиций, а регион имеет все предпосылки для развития сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, туризма. Президент Казахстана отметил, что в области формируются строительные, фармацевтические и транспортно-логистические кластеры, развиваются предприятия легкой промышленности. Учитывая специфику региона, в условиях третьей модернизации необходимо развивать также переработку сельскохозяйственной продукции, экспортные производства, обрабатывающей промышленности. Нужно развивать новые точки роста, якорные проекты и прежде всего в областном центре. Кроме того, глава государства обозначил важность реализации потенциала сельскохозяйственной отрасли региона. Необходимо в полной мере использовать возможности программы развития агропромышленного комплекса. Главные направления – повышение урожайности сельскохозяйственной продукции, поддержка отечественных производителей, применение современной агротехники. Отдельно президент Казахстана остановился на важности развития туристического потенциала регионов. В частности, он отметил, что Южно-Казахстанская область обладает огромным туристическим потенциалом с неповторимой первозданной природой и крупными культурно-историческими ценностями. Поэтому необходимо создать здесь высокоэффективную и конкурентоспособную туристическую инфраструктуру.